Еду для Генриха готовил личный повар. Король обычно ел в своих покоях, вдали от толпы, но в более официальных случаев сидел один за высоким накрытым столом в своей присутствующей палате под парадным балдахином. Он выбирал из огромного ассортимента то, что ему нравилось. Блюда включали – диджареную или в пирогах, баранину, оленину, лебедей. Только королю подносили вилочку, которую он вкушал варенье, ведь вилки тогда использовались лишь для разделки блюд. А еда с их помощью стала популярна только в 17 веке. У короля Генриха был огромный двор советников, слуг и разных других нахлебников, которых требовалось кормить дважды в день. Первый прием пищи был в 10 утра, второй – в 16.00. Генрих использовал еду как способ продемонстрировать свою власть. В то время как простым людям приходилось обходиться похлебкой, приготовленной из всего, что только можно было найти, Генрих любил вызывать трепет у гостей экстравагантностью своих банкетов. Блюд могло было быть до 14.00. И главной фишкой было использование специй. Гвоздика, корица, перец и другие приправы были непомерно дорогими, и их могли позволить себе только очень богатые люди. Жареное на вертеле мясо занимало центральное место в трапезе. В обычные дни это была свинина или баранина. В особых случаях подавали павлинов, цапель, лебедей. Также подавались гуси, кряквы, кролики и зайцы. По пятницам подавали морских зверей, китов, морских свиней, угрей, крабов и прочее. Овощи считались крестьянской пищей, Генрих их ел очень редко. Каждый прием пищи сопровождался огромным количеством пива и вина. Только Эля за год выпивалась 600 тысяч галлонов, а это бассейн олимпийских размеров. Еду королю готовил французский повар Перро Ду. Он зарабатывал колоссальные 23 фунта 16 шиллингов 8 пенсов. Любимые десерты Генриха VIII – пироги с апельсинами, оладьи, желе, вишню и клубника.